Вот видите как, терпение, говорит, и труд. Все перетрут. Да. Добрый день. Добрый. На Тихоныч звоню, вот вам спустя, получается, уже две недели. Хотел бы задать три вопроса. Успевайте, потому что ревно через две недели, в субботу, я уезжаю на четыре месяца. Хорошо. Оттуда никак нету, там связь в степи. Плохо. Я понял. Так, значит, ну вот первый вопрос по поводу Дмитрия Ростовского у меня. Поскольку я знаю, что, ну, вы его начитывали, называли его православным Гербертом Уэллсом. Вот, потому что, ну, действительно это справедливо. А вот я у него, помимо его житей, читал его дневники, и там был описан такой эпизод, который бы мне хотелось спросить ваше мнение на этот счет. Он там описывает, как ехал он мимо какой-то деревни темной ночью и решил там остановиться у какой-то бабульки. А рассчитаться за ночлег у него нечем было, и он ей клок ваты какой-то выдернул у себя откуда-то из села Грейки. И говорит, это, говорит, из гроба Господня. А она, ой, слава Богу, мне больше, говорит, ничего не надо. И так все, он потом уехал и как бы забыл. А потом где-то опять мимо был в этих местах и захотел эту бабульку-то найти, узнать, как она, ну, чтобы ее отблагодарить. И стал искать, а оказалось, что вот этот кусочек ваты его поместили там в церкви, и все ему поклоняются и исцеляются, и многие исцеления получают. И так уж он решил ничего и не говорить, так и оставить все, как есть. Вот это вот, ну, помните, как эпизод со Христом, когда он кровоточивый сказал, что вера твоя спасла тебя. Вот где провести эту разницу между самовнушением и верой действительно во Христа, в силу Христову? Ну, это было так. Пошли люди поклоняться в Палестину-то. Один заказал, болящий, парализованный лежит, вы мне коры от дуба маврийского принесите, я слышал, исцеляет. Ну, они, когда вернулись до дома-то, идут уже близко к дому. И один вспомнил, говорит, ба, а мы Елисею-то не захватили. А подошел там от дуба, отломил от своего. Ему-то какая разница, ты отдал, и он исцелел, встал на ноги. Да, вот удивительно, как Господь действует? Господь близко. Поэтому люди, которые даже еще ничего не знают, но с верой обращаются. А они совсем не православные. И Господь слышит и отвечает, что привлечь их. Это мы видим в Новом Завете было неоднократно. Они приходили, как к погнанному человеку, учитель благий. А он говорит, ты благ, только Бог, ты совместил несовместимое. То есть приходили-то люди, вот, говорит, среди нас был пророк, сильные слови в идеале. Когда они, в 23 главе мы считаем, Евангелие от Луки. А мы думали с тем, что вот он пришел, царство Израиля восстановит. У них мнение было о нем, как о земном царе, а не о небесном. И поэтому, когда он воскрес, то, говорит, упрекал их за неверие. За неверие. Упрекал. Так что, вот, я хорошо запомнил слово Яна Затауста. Говорит, мы в чудесах не нуждаемся. Чудеса может и дьявол делать. Невеликое дело, говорит, что сатана принимает вид Ангела Света. Таковы же и учителя. У меня вот за жизнь, как я, вот сейчас 10 июня, через 2 недели, мне будет 78 лет уже. И у меня чудес тысячи были. Но все они легко объяснимы. Допустим, билета нет. Я отошел, встал, молюсь. Она ответила, билетов нет, касса закрыта. Все люди разошлись, я один остался. Я встал, порошку снял, начал молиться. Она окошко открыла, давайте деньги. Опять я дал, билет дала и опять закрыла. Она меня не знает, и я ее не знаю. То есть, сила пробила. Вот мы стоим в другом, мы много ездили раньше. Раньше работали в мостопоезде, бесплатный билет был раз в году. В любой конец СССР. Ну и слезли, а не надо было слазить. Основка в Москве была. А по билету можно только одну делать-то. Ну мы слезли, она, продавщица-то сказала нам. Тогда у нас билет пропадает вообще. Пензенский поезд. Мы так ахнули. Мы говорим, мы тогда пошли. Она говорит, да уже поздно, поезд пошел. А поезд идет, уже вагоны мимо вокзала-то. Ясное дело, что мы еще. Мы сразу на молитву. Зашипело и остановилось. Мы еще ничего не знаем. Поезд остановился. Мы тогда в вагон в последний, затащились и пошли в свой, в третий вагон. А посередке вагон-ресторан. А время такое, рано-рано утром было. Мы проходим через ресторан-то, а там уборщица убирает-то. Ходят тут всякие. Мы говорим, простите ради Христа. А в это время директор ресторана, она как артаксерц, сарь, спала. И вдруг слышит Христа. Она дверку открыла свою. Где Христос? Да вон Иисусики, говорит, пошли. Ходят тут. А мы этого ничего не знаем. Это потом они нам расскажут. А нас человек восемь. Я никогда один не ездил. Целый коллектив. Всю Москву на ноги, говорит, поднимали. И вот только началось, расцветало. Ходит такая, сутки носит, суп там это предлагает. Это не вы утром проходили, мы. Директор вас к себе зовет в ресторан. Я говорю, так а мы в ресторан не ходим, мы бедные люди. Нет, так она накормит. Да нам зачем нужны подачки-то? Как Аврам сказал, еще шнурка нет у меня. Говорит, у меня для обуви. Я говорю, сейчас пост идет. Пост. А у нас, говорит, батюшки ехали. Так они гуляли и ели подряд все. Батюшки. Ну, это ее слова. Ну, вот когда мы пришли, она начала расспрашивать. Я говорю, так я чего для вас буду? Да, как вы говорите всем, а народу уже много. Ну, так часов десять, может, утра. Я тогда встал и начал говорить. В вагоне в ресторане. А она стоит, слушает, прибралась, ничего не делает. А я все, со шествия Христа, воплощение греха. В это время подходит один человек, так прилично одетый. Ну, я его никогда, конечно, не видел раньше, но он только подходит. Вот так книжечку подставил. Вот так. Так, я сотрудник КГБ. Прекратить агитацией, занимайся. А она сразу к нему подошла, вот так, руки в бок, буквы F. Ты, сотрудник КГБ, ты вчера у меня едва тепленький на четвереньках выпался. А ну, уйди отсюда. Он сразу, извините, извините, сел и сидит, слушает. Вот. Это вообще надо было видеть это все. Больше ни один человек не встал. То есть и защита была, и все. Как с вами рассчитать? Я говорю, так я же не за деньги даю. Ну, поесть. Я говорю, если можно, если не трудно, картошку нечищенную. Маленько, чтобы только ножик проваливался в нее и все. И они мигом сготовили нам. Большое блюдо такое, я их взял вот так вот. И иду по вагону несу, как данайские дары. Ну, это не придумаешь даже. Так это не все. Идет одна женщина. Мимо нас проходит. А у нас пустое место. Можно сесть? С удовольствием. Садитесь. А мы считаем, вы это Евангелие считаете? Мы говорим, да. А меня послали, откомандировали найти Евангелие. Я в Москве был, а нигде не нашла. А мы имели ход. И у нас получилось. Новый завет достали-то. Ну, посудили маленько так. Давайте ей подарим. Там конца края счастья не было. Как она не достала, а тут села и достала. Для нее это знамение. И для нас знамение. Вот такие у меня чудеса были. А так, чтобы сидел я, видел, поплыл. Я ни голоса не слышал, ни глазами не видел. Иоанн Златоуст говорит, мне это не надо. Верующий в Сына Божия, а не в чудо Божие. В Сына Божия иметь жизнь в вещи. Я верю всему написанному в Святой Библии. У меня вера огромная. Я не подвергаю сомнению ни одного слова. Я верю во все пророчества. Что мне больше? Иисус меня принял. Омыл крови своей. Благословил. Наделил дарами Духа Святого. Как же мне не радоваться. Вот неделю назад, неполную неделю, я ездил в деревню, потеряю куда-то. Ну и жарковато в кабине. А я вот так вот руку высунул. А ветер-то бьет. Ну а я знаю, как галсом, когда идешь на корабле, паруса, он бьет и воздух. И ко мне сюда. И мне так приятно, он меня бьет-то. А у меня ухо право поврежденное, я слышу левым-то. И, видимо, меня надуло, может, воспалило, завтра в краевую больницу идти. Совсем заткнуло, даже через слуховой аппарат не слышу. Вот нагнулся я, наслушался. Ну вот такое дело. Знакомая по интернету попросила книги, католичка в Испании. А она, Италья, это литовка, вышла за, видно, за испанца. И все книги, они уже православные стали. Все мои 38 книг получили. И вдруг им Бог положил на сердце нам денег выслать. У меня нынче спонсоров нету, для ребятишек. И они высылают 20 тысяч. Я пошел, получил через Вестерн-юнион. И пошли покупать кухонные аппараты. Два аппарата по 10 тысяч. Ровно 20. Мы все засняли и в интернете выстояли. А я видел видео, как вы покупали эти клиты. А потом, как в Потеряевку мы привезли, на этой неделе будет. То есть мы отдаем отчет людям. Я в Америке много ездил, а они мне не могли ни одно мороженое скормить. Дырявые носки на мне не могли заменить. Это мой стиль жизни. Я такой, как есть. Говорю, да вы на бомжа похожи. О, так первый бомж это из Назарета. Негде главы, говорит, преклонить. А у меня квартира своя, частная. Я в частном доме. Я 14 лет судился после освобождения. Суд выиграл. А у государства нечем было рассчитать. Они рассчитали в центре города 13 соток и два здания. Частная собственность. В одном мы молимся, в другом живут люди, и я живу. Это все как с неба, дар. Я выйду, такая елка стоит. Красавица. Береза, голуби у меня. Я тут не вложил ничего. Просто Бог дал мне. Потому что Бог это знает. И вот у меня сколько в деревне. В прошлом году я приобрел два дома. Выезжали. И подарил Никите и Володе по дому. Вы видели. Сейчас там ремонт идет. Детей принять. Вот все. Все Бог делал. Там конфликт возник. Один строился, но земля не оформлена. И на него хозяйка поднялась. Ну, опечаленный юноша сидит. Я говорю, сколько ты вложил? 150 тысяч примерно за все. Ну, за работу там. Ну, конфликт нельзя потушить. Я тогда говорю, давай, я покупаю у тебя дом. Он говорит, а я в другом месте построюсь. Конфликт погас, а домик-то стоит. И сейчас ко мне приезжают люди, ребенок, и ну рез это, по себя мочится. А его отдельно надо. Я им отдам этот домик жить летом. У меня все готово. Видите как? То есть я не думал приобретать. А получилось так. А здесь в каждый дом я могу принять сейчас по 11, по 12 ребятишек. Это уже хорошо. И вот как Бог сделал? Ничего не имею. Пенсия мизерная. Пенсия бомжа. 112 долларов по-нашему за месяц. Ну, 6523 рубля. И у меня все есть. За два с половиной года я только в дороге, в пруды вложил больше миллиона. Откуда деньги? Даже не могу сказать. Только молюсь и молюсь. Вот люди послушают и скажут. Ну, хвастун. Ну, хвалящийся хвалить Господом. Не запрещается хвалиться. Это мой Бог посылает. О как. Инна Тихонович, а кто будет ролики выкладывать, когда вы летом уедете в деревню? Я и буду выкладывать. Только я буду отсылать. В разных городах люди работают. У нас большой коллектив. А они будут обрабатывать их, ставить под замки. А замки я снимаю. Я хожу рано утром, ночью. Тогда подешевле там. И замки снимаю. Если только... Ну, бывает иногда и даже этого нету. Скорее, скорее, скорее сделаю и скорее ухожу. Больше городского платить надо. Никакой интернет. Но я сам ставлю. Никто не ставлю, а замки снимаю. А ставлю... Вот сегодня я отправил только. Сегодня диск отправил. За неделю у меня набралось 99,8 гигабайта. За неделю. Да, это много. Еще бы. Ну и вот теперь, когда поставят, там будут ужимать потом все. И уже через день они могут ко мне поступить. Теперь я буду с ними разбираться, какой, что. Обязательно, чтобы был златоуз. Собрание первым делом прошло у нас. Потом будут занятия на следующий день. У меня 5, 7, 8 роликов каждый день. Мы работаем. Один тут зашел, священник, упрекает, а вот ставить, а зачем это нужно? Я говорю, а вам что нужно, скажите? Вот вы зашли в магазин. Вот я зашел, мне нужна плитка. Больше мне еще не надо. А там эти планшеты продают, и холодильники, все заграничное. Огромные залы. Я теперь скажу, а зачем вам это? Как зачем? Ну, мне нужна только плитка. Ну, тебе нужна плитка, скажут, а другому нужна что-то другое. Так же нельзя рассуждать. У нас для всех есть. Людям хочется видеть. В деревне можно ли поселиться? Можно. А можно ли покинутую деревню восстановить? Можно. Но чрезвычайно трудно. Мы даем опыт. У нас устав составленный, чтобы сделать по законам Российской Федерации, по Евангелию, чтобы все люди любили Бога. Это очень непросто. Восстановить дороги за свой счет. Пруды, колодцы, в бане, церковь, храм построить. Это очень непросто. А мы это делали. И зимой показываем, как у нас и скотину завели. А ничего не было. Крапива одна. Мы две общины. Русская православная зарубежная церковь. И какие отношения с Московской патриархией. Приезжает митрополит. Я у него причащаюсь. Кто ваш епископ? Ну, вот он, наш епископ, раз причащает. Но мы не под ними. То есть мы против экуменизма. Против сергианской декларации, где предателями делаются священники и прочее. Против. Все. Но все уже сказано. В книгах написано. Вот так. Знаете, Тихонович, вот такой мне вопрос. Тут один брат задал. Не знает, как, прямо как быть. Там с каким-то монахом он, ну, вступил в диалог. И вот говорит, как мне, говорит, монаха убедить, что мясо монаху непозволительно есть. А он рубит прямо мясо. И я говорю, докажи мне по Писанию, что монахам мясо есть нельзя. Я говорю, да, в Писании и монахов не было. Не то, что про мясо. Ну, правильно. А что отвечать? Я скажу, вас устав монашеский. Вы писали. Это им не разрешается. Рыбу можно. То есть... Я это не проповедую про мясо. Потому что всякое творение Божие хорошо, ничто не предусудительное. Считаем, вторая глава, первое послание, там, это, Тимофею. Надо посмотреть где. А кто по-другому учит, говорит, бесовское ущение. Все. Ну, то есть, что есть и что не есть, это зависит от конкретного устава монастыря. Да. И при том монастыри разные. Есть устав Венедикта Святого, Пахомия, Сергия Радонежского. Есть Соловецкий монастырь. У них разрешается в Великой Посте есть рыбу. А почему? А они на острове, там ничего больше нет. Там есть больше ничего. Да. То есть разумно составлено. Но мясо нигде не разрешается. Ну, вот у них же, смотрите, у них, когда эти обеты они принимают, там есть обет безбрачия, то есть целомудрия, обет нестяжательности. Там же нету обетов, чтобы там что-то не есть мясо. Я ничего не буду говорить на эту тему. Это не евангельский вопрос, монашеский. Пускай Ава разбирается. Ну, это просто даже странно. А зачем ты тогда в монахи шел, если ты мясо ешь? Ну, зачем? Я, например, скажу, монашество учреждено не Богом. Оно не евангельского устроения. И никаких клятв давать не надо. В монахе стоит. Да это как обеты. Да ты обет давал в крещении. Служить Богу доброй совестью. Это мало тебе. А то это как второе крещение. Нигде это не написано. Крещение тебя омыло, усыновило. Как? А как, значит, ты ничего и не принял? А теперь умирает, надо схему принять. Все это мухляж. А одному, конечно, лучше. Одному. Ни всяких обетов не надо. Один. Неженатый. Неженатый заботится, как уводить Господу. Павел говорит. А женатый, как уводить жене. А ей с рода не уводишь. Еще спрашивать. Ну, вот было же в Древней Церкви так, что до 4-го, по-моему, века и епископы были неженаты. И не было такого засилия. У меня это подробно написано, когда появлялось, когда, что она в моих книгах. Подробно, подробно, с древних уставов. Именно так. Так. Монахи узурпировали власть. Да, да. Князья. Павел говорит. Епископ муж одной жены. Не говорит, не женатый. А муж одной жены. К титу пишет. Ну, еще. Это же не я пишу. Ну, да. Вот тогда еще один вопрос. По Павлу. Вот это римляна. Ну, часто, как бы, даже не то, что вы это афишируете, а просто видно, что у вас много общего с Павлом. Вот дух какой-то один. Но я воспитан у его ног. Да. Вот. И вот он такие слова говорит, которые мне показались, ну, как-то, которые выбиваются из всего, что, из общего его настроения. Он говорит о том, что кремлина, 7 глава, 20 стих. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Он говорит не о себе, не о себе говорит. Он говорит о человеческой природе. Это не о себе. Он говорит, когда я был без закона, а он не был без закона ни одного дня. Он родился в семье парисея от парисея. Он говорит о создании Богом человека до закона, во время закона и во время благодати. о человечестве, не о себе, а о своей природе, которая тяготеет. А как Иоанн говорит, верующий в Сына Божия не грешит, и дьявол к нему не прикасается. Ну да, вот тут, в принципе, Феофилак так и пишет об этом. Да, так он и говорит, растолковывает. Меня иногда спрашивают, ну неужели вы так все толкование все запомнили? Я говорю, нет, конечно. Я кое-что запомнил, а остальное Бог дает знать. Я даже не знаю. Ответил, проверяет точно так. Феодорит отвечает, Ефрем, Сирин, и вы. Вот это я не считал. А как так могли ответить? Не знаю. Просто повернулся язык так и сказал. Это Бог открывает. Особенно популярный в западной церкви Иероним Стридонский в 420 году умер, как у нас Златоуст. И он написал книгу о нравственности священства. Его все покинули, друзья, языщники от руки переписывали. Они говорят, ты раздел церковь, мать. Там его упрекали. А их никого нигде нету, а он остался. Он написал, какие они священники, хуже волков. Разбойники. И главное, книга эта есть, переведена на русский язык, ее прячут. Я был в Жорданвильском монастыре в Америке. И даже там мне в руки не дали ее. Да, интересно. Днадий Тихонович, вот тогда еще, наверное, последний вопрос по поводу писания и толкования. Наверное, все-таки в прочтении есть, ну и в толковании есть некоторая свобода, хотя бы основанная на том, что вот, ну, мы видим разное толкование, например, одного места, там один святой отец так толкует, и другой, например, толкует несколько по-другому. Ну, разные аспекты. Например, моменты, там, грехопадения, там, Василий Великий так, там, Иоанн Дамаскин так это понимал. Вот, то есть, у человека есть право, ну, то есть, если это не было закреплено церковью как догмат, придерживаться, вот, я этого мнения отца придерживаюсь, а я вот этого. Когда Шестой Вселенский Собор проходил, такое мнение было в девятнадцатом правиле. И он, надо задерживаться. Да. Это есть такое закрепленное. Так, как приняла церковь. Это частное мнение, Дамаскина, это не церковь. А если, говорит, Иоанн Златоус, это церковь приняла. А почему он так говорил? Да зачем я буду гадать, почему? Может быть, тот толкование не знал, как Серафим Царовский говорит, когда Господь меня оставлял, я говорил неправду. Но еще спрашивать. Златоуство тоже не везде был прав. Везде был прав, только есть творение, приписываемое Златоуству. Спурь его называется, вторая часть Тома. Это вот до конца света? Никто не опровергает. Сейчас где-то определенное какое-то там его мнение о чем-то, там может быть. А так везде церковь его держится как главы. Он прямо перед престолом Божьим проклу был показан. Я вот тут еще недавно песни читал, и интересный такой комментарий нашел этого. Профессор был Московской Академии, Сергей Викторович Троицкий. И у него такая мысль, что таинство брака это первое таинство церкви, которое изначально было установлено еще в Ветхом Завете. А все последующие таинства они уже после, в Новом Завете, когда Христос пришел появились. Это как бы как раз у него труд, христианская философия брака, он такой антимонашеский труд, невыгодный монахам. Он там воспевает брак как раз как то, что это Господь освятил, и причем это издревле идет. Лекарство самое сильное, самое действенное и самое дешевое. Вот говорит, чтобы не разжигать жениться, начинает там землю закапываться, что-то, ничего не надо, работай, плоди ребятишек, воспитывай, веди для неба все. И главное, пишет, когда, так, минутку, подождите-ка. Батюшка как раз пришел. Отец Аким. У вас уже сколько сейчас времени? Четыре вечера? У нас сейчас три часа одна минута. Пятнадцать. А я думал, у вас с Москвой пять часов разницы? Нет, никогда не было. Четыре часа. Было три, а сейчас четыре с Красноярском уравняли. А, понятно. Да. Здравствуйте, батюшка. Добрый день. Ну, можешь поближе сесть, если все. Садись, может, спросит тебя. Давай. Ну, давайте спрашивать это, да. Да мы тут основное это обсудили, вот, по поводу веры и я уже узнал Игнатия Тихоновича и самовнушение. Ну, это вот с Дмитрием Ростовским. Вы давно на наших ресурсах-то? А я говорил, с тринадцатого года. С тринадцатого года смотрят наши записи. Вот Яну Суварову скажи, и ничего лишнего нет. Для вам не показались какие-то ролики лишние у нас? Нет. Нет? Нет. Главное, он смотрит не лишнее, а тот один раз в году зашел и лишнее. Не, ну, как бы человек, это, понимаете, как, кто-то видит вот только плохое все, ему, он везде будет его видеть. а душа благодарная, она везде будет искать полезное для себя. Вы не против, что я вот это беседы выставляю? Нет, конечно, не против. Не против, а то я сразу не спросил, чтобы претензий не было. Ну, вот так. Мы сейчас собираемся, тут священника сильно избили, я сегодня ролик поставлю о нем. Сильно избили. Это в Барнауле? Да, в Барнауле. У него, наверное, это, череп разбитый был, да? говорит. Мы сейчас только записали, и сейчас мы собираемся к нему поехать. А как? Ну, это выложите вы? Да. Да, жалко, конечно. Но главное, все припоминают, как беседовали. Я говорю, подробности я не слышал разговора, с чего начался скандал, какое время суток было, из-за жены, а жена как одета была. Вот в этом-то вся суть, надо узнать. Какая причина-то была? Они не просто выкинулись на другого, но бывает такие, на любого кидаются. Как? Это есть такой маленький рассказ. Заяц прибежал и говорит, а старый заяц, он говорит, деда, я сегодня видел этого змея, большой змея, удав-то говорит. Он мимо прополз и не взял меня. Ой-ой-ой, теперь все, мы свободны. Он говорит, подожди, давай рассудим. Ты где был? Он говорит, у старого пня. Так, а он где полз? А он повыше. А ветер откуда дул? Он нет, это узнал. Ага, а в какую сторону полз? Он говорит, он полз с бугра вниз. Ага, значит, левой стороной к тебе, да. гнущик, слушай внимательно. Левый глаз, он говорит, наткнул ночью, выткнут, у него левого глаза нету, и ветер днул в другую сторону. Он выслопал тебя, так что у нас одна задача плодиться и размножаться. Больше нет. Надо всегда посудить. Я священнику все показал, рассказал. теперь будут смотреть, как была жена одета. Что интересно, вот у меня опыт-то у меня не просто опыт, а колоссальный опыт работы среди детьми. 45 лет начальник лагеря, создатель, вообрази. Я не знаю, есть ли у нас хоть один такой руководитель, 45 лет. И несмотря на это, я считаю, как будто не начинал. Каждый раз все новые дети, что-то там могут выкинуть. У меня очень строгое было воспитание. И сказать, что все идет стандартно, и я уже все узнал, я не могу этого сказать. Никак. Повторяю, 45. Да еще 46 сейчас отдельно в ином формате будет по домам. И Господь усматривает. Поэтому... Знаешь, Тихонович, а вот еще этот вопрос, когда я вам задам, вот по поводу пророка языки, что вы для себя выделили в его книге, это же великий пророк. Да, великий. Какие основные моменты? 3,18. 3 глава, 18-20 стих. Наизусть звучите. Сейчас открою. Откройте. 3 глава, 18-20 стихи. Вот этого, как огня боятся монахи, священники, епископы, все православные, как огня боятся этих слов. И поэтому все беззаконнику смертью умрешь. Снова считайте, снова. Когда я скажу беззаконнику смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы истеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взащу кровь его от трупа твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу свою. Вот то все. Как огня боятся монахи? Главное, кротки, молчи, промолчи, не скажи, да молчалися. Разговорились только на допросах в КГБ. Там языки МНКВД развязало. Идут в храм, разговаривать нельзя, в храме нельзя, обратно идут нельзя, в столовую идут нельзя, в столовую нельзя, нигде. Молчание молчание это Дух Святой. Да где вы это нашли? Молчанием предается Бог. Григорь еще молчанием предается Бог. Ты промолчал, не сказал, а это последний момент. Человек уже никогда не услышит. Я слышал проповедь Ярва Николаевич Пести, радиопроповедник, и он говорит, один человек недалеко от меня жил, он говорит, корову выводил. Я, говорит, подошел с этим дедушкой, поговорил, дедушка-то хороший, видный, говорит, борода такая у него всегда, говорит, все, узнал про него, я решил, говорит, о Христе, я ему завтра все расскажу. Возьму и книгу, маленько выпишу, подарю, старое время, это на завтра я пришел, никого нету. Я спрашиваю, а почему тут дедушки нету, который корову пас? А мне, говорит, он умер ночью, он умер ночью. Я, целый день ходил по этому, по этой, где он пас корову, ходил и плакал. Господи, как я отвечу перед Тобою? Эта душа была готова, и я ему не сказал. И он ушел навеки вечные. Что я наделал? Господи, прости меня. Я многим людям говорил о Христе, а ему не сказал. Почему? Я себе этого никогда, говорит, не могу простить. Прошу только прощения у Бога. Поэтому, я когда спрашиваю, разговаривал, есть такие исповедники Божии, Зоя Крахмальникова сидела, Глеб Якунин, Александр Огородников, отец Дмитрий Дудко, которые сидели, не за дурные дела. И всех вербовало КГБ. Всех. Меня не вербовали. Когда я рассказываю, нет. А почему? У всех кличка какая-то была. Я знаю даже клички, вот у этого патриарха Кирилла Михайлов, у Алексея Второго была Дроздов, кличка КГБская, по которой он работал где-то. Я в КГБ написал письмо здесь. Я говорю, скажите, когда я был у вас в разработке, то какая была кличка? Они говорят, никакой не было, под фамилией проходили. У меня документ есть. Прислали документ, номер его, все, с печатью, на бланке. Я говорю, а как-то меня же пытались? Нет, не пытались. А почему? А потому что он только первый допрос вел, а я его уже обращал к Богу. Я не молчал. Я ему отвечал, и в каждом вопросе священное писание и о Христе. И у меня курировал подполковник, полковник стал, Никулин Юрий Михайлович. Я с женой говорил, разговаривал. Ему только быть христианином. Как он умер, не знаю, меня не было. Но начальник тюрьмы, полковник, он умер по-христиански. И жена его отпела. Следователь принял крещение с полным погружением. Как они меня будут обращать-то? Куда обращать, если он уже христианин? Я разговариваю с опытными каторжанами, и ни у кого этого не было, ни у одного. Я не знаю, почему, как вы могли промолчать. Про Александра Солженицына говорить не надо, он не знал Бога. Он в лагере услышал. И когда его начали вербовать, ему уже фамилию дали, Ветров. Он пишет об этом. Я сказал, я не могу это сделать. Но вы же гражданин. Вы же гражданин Советского Союза. Да, но я не могу. Почему? Я христианин. Я, говорит, впервые спрятался за Христа. Спрятался. Я христианин? Их вывели там Астеон и его ученик. А они говорят, ой, вопросы задают, могут запутать. Говорят, а давай договоримся, отвечать на все. Я христианин. Так, фамилия? Я христианин. Я спрашиваю фамилию. Я христианин. Их бить начинают. Звать как? Я христианин. Ну, с ними помучили сколько, и обоих казнили. И церковь их прославляет. Я христианин. А за этим все кроется, что мне нельзя лгать, мне нельзя отрекаться. В этом-то все заключается. Я христианин, и мне не надо заботиться, чтобы меня выпустили. Я пришел умереть. Вот это я узнал у Солженицына. Порог тюрьмы. Перешагни, скажи, я пришел умереть. Когда он начинает тебя шантажировать, ты скажи, так вы меня то ли шантажировать хотите. Я пришел умереть. Я жажду смерти. Они от тебя сразу отступятся. Он ничего не может сделать. Питать будете. Василий Великий говорит, я первый удар только почувствую. А второй удар ты будешь бить уже по мертвому телу. Такое мое, говорит, здоровье. Ну, я бы, может, два удара выдержал. Вот и все. Надо научиться брать полезное везде. Я рассказываю, когда в 80-м году был. Жена пришла на свидание. Она не знала, что тут будет. И я не знал. Приехал подполковник и меня выводит. А я написал отказ от помилования. Отказ. И он постоял, посмотрел и говорит, тут мразь такая. Вам ли тут быть? Показал на улицу. Вы там бы должны проповедовать. И бумажку мою взял, порвал и выбросил. Я выхожу. Мы на колени встали возле тюрьмы. И давай молиться. Он приехал на Черной Волге. И повез нас домой. Мне говорят, так они вас завербовали. Они нас завербовали. Тогда скажите, что сделали они через меня? Это баптисты. Они трафаретно мыслят. Если его посадили, а меня посадили по другой статье, переквалифицировали, значит, я их сотрудник. Я не обороняюсь. Ну, я сотрудник. Ну, и что дальше? Как? Они обращались ко мне за помощью, действительно. Однажды 32 человека пришли, подпольщики ИПХ. У них паспортов нет, детей в школу не пускали. Они все пришли. Пришли к патриаршию церковь, их тут приняли. У них там монашеские звания были. Они поехали к Гедеону, тут архиепископ был, Барнаульский, Новосибирский. И их там ученили. Одна из них стала потом настоятельницей, Раиса Шишкина. Она Ксения стала, а потом как-то еще какое-то название у ней второе было. Вот и все. Они приехали, говорит, там есть много, где Абаза, где Лыковы, там еще есть селение. Давайте мы вам поможем туда перебраться. И вы там поработаете. Я говорю, вы меня дорогой столкнете и убьете. Да вы что? Я говорю, я вас знаю. Они сидят, смеются. У меня курировал один был, Бибенко Александр Семенович. Ну, майор. А потом приезжает у нас там директор был, Игонин, Валерий Григорьевич. И он говорит, а приезжал, говорит, Бибенко. Он у вас, над вами работал? Я говорю, да. А вы знаете, кем он? Нет. Он сейчас, говорит, в охране Ельцина, генерал-майор. Я говорю, на мне большие звезды получили люди. Целое отдело работали. Меня КГБ должны беречь. Я им помогаю по служебной лестнице подниматься. Ну, да. Это как Кураев говорит, что меня, говорит, должны беречь это, ну, патриархи, потому что я еще как рейтинг поднимаю в церкви. Да, конечно, да. Интересно. Идет в росту такой офицер. Идет полковник. Увидел меня, руки раскинул, здоровается. Я говорю, а кто? Так вы разве меня не знаете? Я говорю, не помню. Акимов, моя фамилия, Акимов. Мы первый раз встретились, когда меня вызвали на разборку. Я, говорит, там допустил оплошность такую, майором был. Я, говорит, загадал. Если встреча с вами, а он знал, что я веду занятия политехи, военные капиталы, то если с вами встреча будет такая благотворная, значит, вы на правильном пути. Он пришел, ему подполковника дали. Он второй раз встретился, его опять повысили. И теперь он полковником стал, идет и говорит, я не знаю, что со мной делать? Он опять с вами встретился, а недалеко из Атангомата. Я говорю, теперь только генералом вам быть. После полковника. Вот это не я придумаю, это он говорит. А повышение, откуда бы я знал-то? Вот людям скажут, а вы хвалитесь? Ну скажи, а чем я хвалюсь? У меня биография, это моя биография. Как огня боятся? У них биографии-то нету, которые нападают. Они разные ники, аватары придумывают. Ни одного ролика нету. Я вот посмотрю, вот допустим, он сидит под часами, называется, под часами, Смирнов, отец Дмитрия. Завтра под часами. Он сидит, из-под часов не вылезет. И сидит, все время у них с собой какие-то кружки с чем-то, и сидит, хлюпает перед народом. На два сидения вот так растелешатся. Да еще я буду говорить с ними. Сидеть прямо они могут развалиться, лежат. А мы показываем все. Я как раз Новый год был, я залез под одеяло уже лежу, и у меня интервью берут. Я под одеялом лежу, и только один нос торчит. Ролик такой есть. Я испачь из-под одеяла. Да сколько там посещений-то было. Я говорю, что такое Новый год? Мешают спать даже здесь. Но ровно как часы пробьют, мы всегда становимся на молитву. Я пораньше и лег, а меня тут захватили. А он разве покажет, что он лежит там? Он как огня этого побоится. А они нет. Перед людьми только, как исповедуют на заседаниях. А мы показываем все. Как я с детьми, как я на дереве сижу, провода провожу, там прикручиваю, стою в воздухе, купаюсь, плаваю, плыву на коне. У них ничего нету. Еще людям интересно смотреть. Меня ругают там где-то, а мне что ругают-то? Я знаю, что у них, которые заходят, ничего нет. Там имени, цифры стоят только. А без имени только демоны. Ну да. Я вот этот ролик выставлю, и людям будет интересно. Скажут, смотри, какая беседа была. А Игнать Тихонович, еще вы не могли бы мне помочь найти, я просто как-то слышал мельком, вы разбирали доклад этой комиссии на каких-то рождественских чтениях какой-то там женщины по поводу вас. Ну там Никита читал, а вы комментировали. Ну да. А это под руководством Дворкина, Александра Леонидовича. Я сейчас не знаю, где это, но это надо посмотреть. Зарядить надо лагерь и Дворкин. Два слова. Вот там. Женщина какая-то там, кажется, Анна что ли. Это ей зарядили, а доклад составлял будто бы Дудин. И прямо у нас аудио, видео у нас не было, аудио. И они говорят, надо обратиться в Роспотребнадзор. Итак, нападки-то были, это от них. Они на нас натолкнули. Это патриархия нас выжимает со свету. Но я сказал, еще патриарх, думаете, накажет Дворкина? Говорит, Ворон, Ворон у глаз не выклюет. Неоднозначная личность, конечно. Мне кажется, надо вообще стремиться к тому, чтобы быть человеком однозначным. Ну, я не знаю, однозначным, то есть, не хитрым, не лукавым, но человек это космос, многогранный. Многогранный. Ну, по основному-то не должно быть никаких этих телепанин. Нет, не падать, ни трость колеблема и ветром. Вот, пришли, интересно, наш человек пришел, а он главный банкир Алтайского края. А она пришла что-то там передать или не знаю, он всегда помогал мне в издании книг, и он начал там мне такую характеристику давать, я сам о себе того не знал. Там такие таланты и поэтом, а я какой поэт-то? Ну, напишу маленько, так, чтобы понятно было. Вот. Люди имеют мнение другое, не те, как нападают. И поэтому весы выравниваются. Один хвалит, другой поносит, иначе зашкалит. Чтобы мы не превозносились, Бог посылает другое. Минус и плюс. Вы сказали, дворкой на главе, да, весы? Да, там написано, они обращаются. Александр Леонидович, может обратиться в Роспотребнадзор, и он одобряет их. Это документ в аудио. Прямо с рождественских чтений. Это было в 15-м году, кажется, в 15-м. Рождественские чтения, и они тут, а может даже уже в 16-м. Мне это переслали оттуда, но я ролик из этого сделал. Вот я вчера смотрел ролики про меня, ну, много. Вот сказали бы, против кого больше всего говорят. Я думал, примерно, против патриарха. Нет, против меня. роликов положительных, допустим, 100, а отрицательных, ну, не меньше, чем 30. И при том, отрицательных ни одного правильного нет, ни одного. Вот он, я, был баптистом, я говорю, во всей природе, и вверх, и вниз, по обеим сторонам отца и матери, никого не было, староверы были, кержаки. А в баптистах у меня никто не был, и я не был ни одной минуты. Ну, врет человек, который, а другие от него берут и перехватывают, и дальше. Ну, самое простое, даже вот это, приезжало телевидение 24, ТВ-24, вот, ну, кажется, правильно, Афанасьева, все она записала, 4,5 часа запись у нее, 4,5. А из них ей разрешили там, я не знаю, от силы, может быть, минут 7, было или не было. И тоже там на плетенок какого-то нашли руководителя информационного отдела Ударцева Евгения, он стоит такой вот опухший, плетет, что попало. Он ничего не знает, ему дали бумажку-то, и он, видно, лукавые глаза морщица стоит, его все клеймят там. Откуда он вылез, этот паразит-то, говорит он, ожиревший. Он ничего не знает. А почему? Потому что ничего за мной нету. А если бы было, зачем бы им было придумывать-то? Они бы прямо сказали вот то-то, то-то, то-то. Вы потом, если у вас будет время, скиньте мне, а то я что-то не смог. Вот по этим двум словам не смог отыскать. Я сейчас постараюсь, постараюсь сейчас сделать, поищу. Да, и вот еще эту исповедь под одеялом тоже не нашел. Какую? Исповедь под одеялом. Ну, я найду ее новогоднее, нынче, под Новый год. Я напишу и исповедь. Исповедь там или ответы на вопрос. Еще-то там примерно так. Ну, все? Да, все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok